Скандал вокруг налогового управления США, сокращенно АРС, набирает обороты. Республиканцы в Конгрессе настаивают на независимом расследовании фактов вмешательства федерального ведомства в политическую жизнь страны. Руководству налоговой службы теперь, возможно, придется ответить на неприятные вопросы о том, действительно ли документы оппонентов нынешней администрации, таких как движение Чаепития, подвергались особым проверкам. Все подробности в материале Дмитрия Хухлаева. Американское налоговое управление является одним из самых закрытых в стране федеральных ведомств. Нелюбимое народом оно многие десятилетия было вне критики и вне каких-либо проверок. Гром грянул на прошлой неделе, когда стало известно, что сотрудники АРС с особой тщательностью проверяли налоговые документы организаций, находящихся в оппозиции к действующей администрации. Скандал уже дошел до самых верхов. Выступая сегодня на Капитолийском холме, лидер сенатского меньшинства, республиканец Митч Макдоналл заявил, что злоупотребления в АРС должны быть тщательно расследованы. Я призываю президента задать любые, без ограничения, вопросы каждому, подчеркиваю каждому, кто знает что-либо о том, что происходило за закрытыми дверями АРС. В этом деле нам нужна абсолютная прозрачность и полное сотрудничество чиновников любого уровня, вплоть до самого высокого. Американский народ должен знать правду. То, что мы узнали на прошлой неделе, это откровенное и злонамеренное злоупотребление властью, которое зашло намного дальше, чем может показаться на первый взгляд. История вопроса в двух словах такова. Еще в июне 2001-го Комитет Конгресса по этике направил в АРС запрос о проверках финансов, консервативных движений, чаепития, патриоты и ряда других. В течение следующих полутора лет Комитет получил от АРС дюжину писем, которые, вернее, было бы назвать отписками. Главный их смысл – ведомство в своей деятельности никогда не руководствовало с партийными предпочтениями. Накануне президент Обама заявил, что ничего не знал о том, что АРС особо тщательно проверяет налоговые и регистрационные документы консервативных групп. И если это так, то виновные должны понести наказание. АРС – это независимое агентство, функционирование которого предполагает абсолютную целостность и честность, без каких-либо партийных предпочтений. Сейчас его деятельность проверяет генеральный инспектор, и я не буду заранее давать комментарии. Но я хочу вас заверить, если обнаружится, что АРС действовала за нейтральными и внепартийными рамками, то это возмутительно, противоречит нашим традициям и должно быть немедленно исправлено. Доклад генерального инспектора Министерства финансов США, в структуре которого находится АРС, должен быть обнародован в начале будущей недели. При этом аналитики говорят, что руководство налогового управления никогда не признает своих ошибок, если только Конгресс не инициирует официальное расследование его деятельности, что практически не имеет аналогов в американской истории. Дмитрий Хухлаев, телекомпания Арт-ТВАЙ